приветствую всех друзья мои с вами базилио канал fresh life 28 и сегодня в рубрике разбор полетов история александра как похудеть на 40 с лишним килограмм поехали что ж друзья мы сегодня краткая и лаконичная история александр спасибо тебе большое за то что ты сделал эту запись я учитываю что ролик записывается в праздничный день постараюсь долго вас не утруждать и александр сделал то же самое сделал все кратко и лаконично поэтому просто смотрим историю о том как наш камрад изменил свою жизнь встречайте всем привет привет подписчикам канала фрешлай 28 привет антон меня зовут александр и я бы хотел рассказать свою историю похудения хотел бы начать с благодарности антону за то что он делает такое хорошее дело помогает людям мне он помог очень сильно в изменении моего образа жизни и сброса веса начну наверное с предыстории своего похудения я так скажу я до в школе был лишний вес но не сильно так он большой был антон фото я думаю добавка и это меня как бы не сильно то есть напрягала был проблемами не так серьезно после того как я окончил школу я поступил в институт и тут мой вес начал расти отмечу то что то питание ранее правильным не было жил я в деревне в деревне там остановили это картошка это было моё любимое блюдо нажали навалено в любом виде ну когда я был в школе я вес не набирала потому что и был были физические нагрузки различные в деревне их более-менее достаточно и это как бы компенсировало моё неправильное питание когда же я поступил в институт там уже сам ты себе готовишь времени нет в основном полуфабрикаты опять же та же картошка сладкая и помимо этого особо нет нагрузки ты постоянно занятиях сидишь приходишь с института даже опять таки делаешь что-то по учебе ты двигаешься мало и мой вес начал стремительно расти я забыл сказать то что максимальный мой вес он был в районе ста семнадцати килограмм а сбросил я 40 с небольшим сейчас на данный момент мой вес составляет сегодня вот с утра был семьдесят пять килограммов так вот в институте у меня то есть мой вес начал быстро расти и я думал как мне похудеть я пробовала различные то есть блогеров посмотреть но мне как-то ничего не не нравилось я один раз пробовал есть там восемь часов ты в сутки ешь а остальное время не ешь но это просто ужасно я просто два дня так попробовал делать и завязал с этим родственники также мне советовали тоже там не есть после шести сладкое там мучное и тому подобное но я тоже относился к этому скептически я просто не понимал почему именно так то есть это больше как стереотипы вот ну и в результате в августе 2018 года я уже то есть мне это все прям надоело конкретно и я решил уйти спортзал спортзал я собирался идти в сентябре потому что и как бы начиналась учеба и думал купить абонемент и тут моя сестра мне скидывает информацию вот знакомая посоветовала человек рассказывает то что можно есть без то есть не заниматься физическими нагрузками и сбрасывать вес меня вот это вот заинтересовало я думаю ну давай попробуем посмотрел ну отнес и по первым стих скептически потому что какой-то там качок он рассказывает такие вещи ну думаю было не было попробую по первости первый месяц я питался просто по его рекомендации то есть это та же самая еда только вот менее до более-менее дробно весов у меня не было ну питался этот месяц потом ну давай куплю весы попробую чтобы контролировать свой вес это опять-таки из роликов антона то что результат нужно мы должны его видеть то есть опять-таки вес это результат ну и мой начальный вес уже через месяц после этого питания был 117 килограмм когда я купил весы и я вот начал раз в неделю взвешиваться и заметил что вес уходит уходил у меня так нормально по 3-4 килограмма я не вот никуда не спешил не форсировал события худел постепенно ну и в результате уже к через год где-то к осени у меня вес там в районе 90 килограмм приблизился к осенью был 90 килограмм точно не помню ну и осенью где-то в ноябре я решил еще подключить спортзал ну для общей физической нагрузки чтобы вес уходил лучше занимался из спортзала мне это все нравилось вес уходил то есть буформа была более-менее лучше уже чем без спортзала и случилась следующая ситуация как мы все знаем весной 2019 года у нас вас спортзала закрыли 20 года сползал у нас закрыли и в результате что произошло учеба тоже как таковая перешла на дистанционное обучение мне и мне пришлось переехать в опять деревне отмечено что на этот момент мой вес был в районе 79 килограмм когда вот эти вот залы закрыли ну опять таки в деревне немного иногда неправильного питания но много я не набрал где-то килограмм у меня был вес 83-84 вот в этом диапазоне вот далее я окончил институт и уже переехал в другой город на работу опять таки вес мой я держал в таких вот приемлемых рамках а далее вес не не сбрасывал пока все то есть устаканится то есть и уже в ноябре 2020 года я опять пришел к сбросу веса на данный момент ну я сбрасывал опять таки со спортзалом у меня вес составляет 75 килограмма я планирую то есть похудеть еще немного для того как мне позволит организм и уже дальше перейти набирать массу о питании что я ел первое время опять таки ел то же самое что обычно ну в основном крупы макароны красный рис в макароны и гречку я добавлял тушенку но без жира в банке жир снимал я знаю что это не совсем правильно но мне так было удобно завтрак он у меня стандартный я ем овсянку на воде там чай кофе два яйца вареных и и сыр также еще клетчатку добавляю а сибирскую клетчатку употребляю ранее когда я питался неправильно я обожал сладкое завтрак у меня был только там печенье вафли и сладкий чай сейчас я чаю вообще без сахара пью и мне очень комфортно сладкое я тоже не употребляю хоть я его и любил а зависимость у меня к нему нет живу спокойно без сладкого по поводу дальнейшего моего похудения сейчас вот когда второй этап был я отказался полностью то есть от тушенки всего это я просто то есть у меня поменялось что-то в голове я просто ем белки жиры и углеводы то есть как так рассказывает антон по поводу клетчатки еще я употребляю различные салаты но летом это огурцы и помидоры зимой это квашеная капуста обычная капуста или пекинская но различные салаты делаю там иногда там добавляем может быть к к северному кукурузу или крабу палочки чтобы как было не более-менее так потребно вот еще что по питанию самое главное это просто себя ну так приучить по первости будет казаться что это не вкусно но я вам так скажу это только наше субъективное мнение овсянка на воде с утра это очень вкусно просто менять пищевые привычки я так скажу то есть тоже после того как я вот это направлен питание перешел один раз тоже мы зашли в этот в макдональдс и я там взял себе это бургер вот я его попробовал вот он мне вообще не понравился это уже для меня не вкусно для меня вкусно это гречка и курагутка вот это для меня вкусно так что питание это залог вашего успеха по поводу бадов какие я принимаю я принимаю мультивитаминный комплекс омега-3 л-карнитин лютеин и витамин d3 лютеин кстати очень хорошая добавка всем рекомендую у кого какие-то проблемы со зрением не помогает далее отмечу еще тот факт что многие так смотрят со стороны когда думают что ты там как-то страдаешь в себе чем-то отказываешь опять-таки как говорил антона мы не должны себе в чем-то отказывать мы должны замещать то есть замещать на наши чувства от вкусной еды я чем замещаю я стал читать книги я много читаю и от этого получаю колоссальное удовольствие опять-таки музыка и еще момент то что когда ты пусть после похудения ты можешь позволить себе выбрать одежду не так которая тебя налезет а та которая тебе более-менее нравится это очень вкусно это как говорит антона и опять-таки смотря на свои старые фотографии я просто ужасаюсь и мне вот вообще не хочется вот этой всей вредной еды мне нравится выглядеть как я выгляжу сейчас то есть когда ты не толстый у меня даже сбилась такая моя мечта раньше когда я был в весе то есть и даже не сильно весь я не мог подтягиваться сейчас я могу это сделать и это мне тоже вкусно вот что еще сказать да вот я хотел отметить то что если антона добавится ссылку в на на мой инстаграм если у кого-то в какие-то вопросы возникнут кто-то хочет пообщаться я отвечу пожалуйста пишите вот так же хотела поле копеек то есть посоветовать людям если вот вы решили сбрасывать вес вот там то изучайте канал мне это очень помогло мне это очень помогло когда ты не понимаешь как все это работает вот я не понимал мне это говорит что сладко нельзя мучного нельзя а почему нельзя потому что инсулин будет у тебя высокий и почему мы дробно питаемся то есть вот эти вот все моменты когда ты изучаешь тебе становится проще и ты тебе как бы легче то есть ты изучаешь вопрос вот этот момент я вот сам лично два раза пересмотрел канал то на все видео и считаю что канал на канале очень много полезной информации ее всем нужно просмотреть также хочу отметить плейлист антона о когнитивных искажениях это очень крутая штука она помогает мне в жизни то есть я перестал смотреть новости намного становится намного легче жить и помимо этого то есть все другие вот эти когнитивные искажения их объяснение их понимание она опять-таки облегчает нашу жизнь ты понимаешь как все это происходит и что можно с этим сделать большое ему спасибо за этот плейлист думаю я рассказал все что я хотел всем удачи всем похудеть всем кто хочет накачаться еще раз большое спасибо антону всем пока